Восьмого июня было сообщено о пожаре, который начался на территории охватывающей примерно 20 тысяч гектаров. Об этом сообщил заместитель Акима области Дмитрий Гариков. Также отмечалось, что связь с 14 работниками лесничеств была потеряна. Позже выяснилось о их гибели. В связи с этим в городе Семей был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого июня Из 177 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны Привлечено 6 вертолетов. Осуществлялось аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны. С учетом складывающейся обстановки было принято решение дополнительно направить в группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава. Из 48 единиц техники Департамента чрезвычайной ситуации города Астаны и Карагандинской области, а также 4 вертолета. Местные исполнительные органы развернули эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе средней школы имени Островского. Жители сел Барышевка, Успенка, Поднебесная были эвакуированы. Возгорание произошло в результате двух разрядов молний. Это так называемый грозобой. Первоначально оперативно не удалось отработать данные пожары ввиду того, что местность, по которой противопожарная техника ГУ Семьер-Маны, находилась в труднодоступном месте. То есть там барханы высокие, песочные горы и, соответственно, расстояние от непосредственно места расположения лесничества составляет 11 километров. То есть к моменту прибытия техники на место возгорания площадь пожара уже составляла 20 гектар. В результате высокой температуры, температура была выше 30 градусов и сильного ветра, пожар буквально за 2 часа распространился на территорию 200 гектар. Значит, своевременно был развернут оперативный штаб, значит, привлечены силы и средства. Значит, в результате пожаром была охвачена территория уже на сегодняшний день, на 9 июня, и составляет 30 тысяч гектар ориентировочно. То есть затронуло это Батпайское лесничество, Камышинское лесничество и Уфпенское лесничество. Значит, в результате продолжения пожара в ночное время была проведена эвакуация с трех населенных пунктов. Пострадавшим от пожара также помогают жители села. Для обеспечения пожарных продуктами питания, водой была задействована специальная техника. Жители которой говорят, что преодолеют трудные времена благодаря единству и сплоченности оказывают посильную помощь. Мы здесь все живем, работаем, любим свой лес, поэтому, как можем, помогаем в этом деле в тушении пожара. Развозим до мест продовольствие, еду, воду, все необходимые моменты. Помогаем всем, чем можем, даем технику, даем для подвоза воды. Красное пламя охватило несколько домов на этой территории. Ержан Нуркаримов в один миг остался без крова. Из сгоревшего дома удалось вывезти только технику и скот. Сельчанин рассказал, что вместе с семьей они проживают у родственников. В нашем доме все сгорело. Сгорело все имущество, все необходимые вещи. Также сгорели куры и кролики. Все, что мы успели сделать, это вывезти скот. В работе по тушению пожара привлечены дополнительные силы. По информации на 10 июня было сказано, что ситуация стабилизировалась, но очаги возгорания устранены были не до конца. Со вчерашнего дня в нашем вертолете выполняет водосливное устройство на вертолете Ми-17 с помощью оборудования Бэмби, канадского производства. Это оборудование у нас набирает 5 тонн воды, она регулируемая. 3,5 тонн постоянно набирает воду. У командира экипажа настроены весы, которые постоянно контролируют, сколько он набрал. Также на борту находятся всегда наблюдающие во время тушения пожара. В тушении лесного пожара в области Абай также были задействованы военные. Сотрудники воинской части 52-859-28-237 в Карагандинской и Алматинской областях подъезжают к очагу возгорания. Они выехали из столицы в 4 часа утра. На помощь пожарным был направлен передвижной пункт управления, оборудованный средствами связи. В настоящее время борьба с пожаром ведется в трех точках. В очагах возгорания 99 раз осуществлялся слив воды общим объемом более 275 тысяч тонн. Главный штаб находится в 60-70 километрах от города. Вооруженные силы и лесники, борющиеся с огнем, были предупреждены о строгом соблюдении мер безопасности. Сотрудниками Бородульхинского отдела полиции в 23.15 началась эвакуация жителей села Успенка, Поднебесная и Барышовка. В общем, было эвакуировано 316 человек. Все дома взяты под охрану. Домашний скот выгнан на пастбище на безопасное расстояние. Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям в Республике Казахстан. На эту должность назначен Шарипханов Сырым Двюсин Газиевич. Глава государства Касымжимар Тукаев прибыл с рабочей поездкой в область Абай. В ходе посещения президент ознакомился с работой по тушению пожаров в лесных массивах, провел заседание оперативного штаба и встретился с родственниками работников лесничеств, погибших при пожаре. Президент Казахстана Касымжимар Тукаев посмертно наградил орденом Хурмет погибших сотрудников лесничества в области Абай. Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, награждены 14 погибших граждан. На сегодняшнем заседании правительства с докладом о текущей ситуации в регионе выступил Аким области Абай Нурлан Уранхаев. Сейчас тушение пожара продолжается, сообщает областной Акимат. Опасности для населенных пунктов нет. Одним из приемов противопожарной защиты в лесу является вырубка леса на пожарном пути. Сейчас эти работы ведутся с помощью тяжелой техники. Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров, из них 43 тысячи активные термоточки. В настоящее время работы по тушению пожаров продолжаются в двух направлениях. На западе в тушении пожара принимают участие более 300 человек личного состава и более 30 единиц техники. По второму направлению работают более 200 человек личного состава и более 40 единиц техники. В настоящее время эвакуированы населенные пункты Булак, Талица и Половинки. На местах эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции. Жители находятся в эвакуационных пунктах города Семи и Бородулихинского района. Для задействованных в тушении пожара и эвакуированных граждан осуществляется поставка продовольствия и продуктов питания. 12 июня стал тяжелым днем для нашей страны, день общенационального траура. 14 человек, оказавшихся в эпицентре лесного пожара и погибших при исполнении своих обязанностей, народ не забудет. В целях обеспечения безопасности 79 жителей села Булак, расположенного вблизи лесного пожара, также были эвакуированы. Они поселились в общежитии строительного колледжа нашего города. Всего здания колледжей, вузов и школ готовы принять более 800 человек. Волонтеры Семи оказывают помощь пожарным в области Абай. В добром деле принимают участие более тысячи волонтеров города. Создан специальный штаб, где для пожарных готовят еду и вывозят ее на место тушения пожара. В настоящее время граждане обеспечены горячим питанием. Для них созданы все условия. Работают медицинские пункты. Кроме того, в колледжах организована работа психологов для тех, кто нуждается в поддержке. Помимо этого, организована работа по эффективному проведению досуга детей. Из села Булак и Талеца людей эвакуировали сюда временно для обеспечения их безопасности. Зульфия Сулейменова Работы по эвакуации людей, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, находятся под пристальным наблюдением местного исполнительного органа. То есть для жителей пожарных территорий в нашем городе работают два эвакуационных пункта. В нем проживают 189 жителей населенных пунктов, где произошло ЧП. Акимобласти Абай Нурлан Онранхаев посетил эвакуационные пункты и ознакомился с состоянием жителей. Из эвакуированных пунктов, находящихся в электротехническом колледже, домой отправились еще 72 человека из села Талица и половинки. Для возвращения населения домой было организовано три автобуса. Сейчас граждане хорошо себя чувствуют. Они поблагодарили местные исполнительные органы за организацию хороших условий в эвакуационных пунктах. Просто сейчас эмоций столько. Вот сейчас мы только сели на завтрак, нам зашли, сказали, мы сегодня домой. Такое, знаете, волнение у нас сейчас в душе, блин, домой неужели мы столько дней, блин, не можем попасть домой. Вот это ситуация, такое горе-беда, это вообще для всего Казахстана, нашего народа. Спасибо большое и огромное всем, кто нам сочувствовал, кто нам помогал в этой такой тяжелой ситуации. Люди все приходили, помощь была огромная. Тут встретили хорошо. У нас все и постельно, и все как положено, как дома себя чувствовали. Но все равно в гостях хорошо, а дома лучше. Всего в эвакуационном пункте граждане провели несколько дней. Все это время они были обеспечены продуктами питания и всем необходимым. Были созданы все условия, начиная от горячего питания, заканчивая предметами первой необходимости. Эвакуированных людей разместили в нашем общежитии с начала угрозы. Для людей были созданы все условия. Было организовано питание, чистые спальные места. Все оказывали помощь. Я хочу поблагодарить всех волонтеров, всех граждан, которые не остались в стороне. Готовили еду, разговаривали с каждым человеком отдельно. Узнавали, что нужно и помогали. И вот сегодня они отправились домой. Мы хотим, чтобы они взяли с собой все то, что для них привезли, и в целости и сохранности добрались до дома. 14 июня в 9 часов вечера по итогам облета и оценки оперативной обстановки в области была объявлена локализация природного пожара на территории резервата семьи Ормана. При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов, тлений и недопущения возникновения новых. Лесной пожар в области Абай полностью локализован 14 июня 21.00. Все прибывшие силовые средства техника были задействованы для тушения пожара в горячих точках. Теперь вся эта техника работает над полным тушением пожара. В ближайшие дни пожар будет полностью потушен. По факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 3 ст. 292 Уголовного кодекса нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц. По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Продолжение следует... Продолжение следует...